Давайте еще раз. Меня зовут Марат Сафин. Сегодня мы будем говорить о модуле камеры Calibration в Photoshop и Lightroom. То есть многие наверное сталкивались с этим модулем и делали какую-то здесь собственно цветокоррекцию. Когда я в первый раз сюда зашел, мне показались эти инструменты очень странными, так как сдвинув какой-либо ползунок, я замечал то, что цвет очень сильно искажается и изменяются практически все цвета. Даже не важно какой цвет я дергаю, все равно у нас идут какие-то искажения. Первое, на что стоит обратить внимание, это профиль. Камера профиль. То есть первым делом мы выбираем именно этот параметр по той причине, что выбрав какой-то параметр, здесь применяются определенные коррекции. То есть если я, предположим, сделаю какую-то коррекцию здесь, сделаю какую-то коррекцию в других панелях и после того, как я это все сделаю, зайду сюда и поменяю что-то, то в итоге мне придется заново убегать в какие-то параметры и их изменять. То есть чтобы не делать лишних операций, мы первым делом, когда открываем какую-то RAW фотографию, убираем здесь камера профиль или оставляем, как многие это делают, Adobe Standard. То есть по умолчанию я оставляю именно этот профиль по той причине, что тот цвет, который получается у меня на выходе, вернее тот цвет, который у меня получается, когда открываю фотографию, меня он полностью устраивает. Если бы я выбрал какой-то определенный профиль, допустим камера нейтрал, открыл бы следующую фотографию свою, тоже выбрал бы этот профиль и оба результата мне понравились бы и я бы тогда по умолчанию обязательно выбрал этот параметр. То есть выбирая какой-то профиль здесь, мы на самом-то деле применяем коррекцию, которую мы не видим и не можем исправить. То есть если у вас результат устраивает, мы по умолчанию выбираем его первым или оставляем Adobe Standard. И после этого мы начинаем двигать вот эти вот параметры, если мы хотим их двигать. Давайте разберем с ползунками Saturation. Я сделал такую палитру цветовую для того, чтобы нам легче было бы было разобраться с тем, как изменяются определенные цвета, когда я двигаю Red примеры, Green примеры, Blue примеры. Какие цвета изменяются сильнее, какие цвета изменяются слабее. И что при этом происходит с вариацией цветов, что происходит с насыщенностью, с яркостью, с каких-то определенных цветов и так далее. То есть как я сделал эту цветовую плашку, цветовые плашки. То есть я взял просто черно-белую заготовочку, вызвал параметр, вернее не параметр, а коррекцию цвет, взял красный цвет и после этого закинул его в режиме наложения Color. И закинул это первым. Дальше я изменил параметр здесь градуса на 30 и закинул это второй плашкой. И собственно так чередуя шаг изменения между этими цветами равен 30 градусам Q. И получил вот такую цветовую плашку. Теперь давайте попробуем ее открыть и применить параметр насыщенности Camera Calibration Red Primary. Двинем насыщенность в минус. Я замечаю то, что все цвета абсолютно по насыщенности изменились. Они ослабились по насыщенности. Но какие-то определенные цвета изменились сильнее. Первое то, что мне бросается в глаза, это то, что изменились какие-то маджентовые, красные и близко расположенные красному цвету участки сильнее нервы, чем участки, которые расположены ближе к синему. Для того, чтобы убедиться в этом, прав я или не прав, мы можем сделать так. Мы можем применить параметр Saturation-Stop, после этого открыть еще раз эти же плашки, но уже со значением 0, то есть никаких изменений. Открываем, и после этого мы берем фотографию измененную, копируем весь этот результат и вставляем его поверх неизмененной фотографии. После этого мы ставим сюда режим наложения Difference, разница. То есть Difference показывает всю разницу между двумя слоями. Но получается само собой цветная картинка. Для того, чтобы вытащить отсюда все яркости, мы вызываем Black & White и ставим этот Black & White Maximum White. Для того, чтобы все абсолютно изменения были одной яркости. Для того, чтобы понять, какие цвета изменились сильнее, какие цвета изменились слабее. После этого мы можем вызвать кривую. Для того, чтобы привести вот это вот изображение к максимальному контрасту, зайти в Auto Options, автоматические настройки, и выбрать здесь на хроматическую кривую. Окей. Вижу то, что у нас сильно изменились как раз таки те цвета, которые были близко к красному, желтому. И есть какие-то вот прям очень яркие полоски, но эти полоски не так часто встречаются. То есть если я сейчас вызову Solid Color, допустим, яркостью примерно, пускай будет 160, и закину этот Solid Color в режиме наложения Darken, то замечу то, что такими яркими являются только прям супер насыщенные участки. А такие участки редко встречаются у нас на фотографии. То есть получается то, что когда я двигаю параметр Saturation, у нас все цвета примерно одинаково изменяются, но все же изменяются сильнее теплые участки, маджентовые участки, салатовые участки, и очень слабые, ну не очень слабые, но послабее изменяются синие участки. То есть получается, если у нас такая ситуация, что мы хотим поднять насыщенность красных цветов и минимально воздействовать на синеву, то мы можем воспользоваться как раз таким способом повышения насыщенности. То есть мы можем открыть какую-нибудь фотографию, и я вижу то, что на этой фотографии есть какой-то вот синий участок. Если я подниму насыщенность просто через Saturation, то мы получим вот такой вот результат. То есть мы получим насыщенную кожу, в общем насыщенные все цвета, и в том числе вот этот вот синий уголочек, он тоже насыщается. Если я допустим подниму это через Vibrance, то мы видим то, что даже синева сильнее усилилась, нежели чем красные участки. То есть какая у меня сейчас задача? У меня задача просто поднять насыщенность в первую очередь лица, кожи, и минимально воздействовать на это вот синеву. То есть не могу я добиться такого изменения с помощью этих вот ползунков, но в Camera Calibration, как раз таки двигая Red Primary по Saturation, я максимально буду воздействовать на красные, и слабее буду воздействовать на эту синеву. То есть получается, если мне нужно максимально воздействовать на кожу, имеется ввиду то, что кожа должна быть телесного оттенка, то я могу изменять насыщенность, имеется ввиду, если я хочу менять насыщенность кожи, я могу изменять насыщенно, спокойно здесь вот Camera Calibration и добиваться какого-то определенного результата. Так, давайте первые вопросы посмотрим. Я буду почаще отвлекаться, потому что часто на экстримах вопросы остаются без ответов. Так, зайду в чат. Так, давайте еще раз, кто подключился только что, пожалуйста, в чате ведем просто вечную какую-то между собой переписку, а вопросы пишем на публичной странице ВКонтакте. Так, есть ли разница между Camera Calibration в Photoshop и в Lightroom? Нет никакой разницы. Если мы привыкли пользоваться Lightroom, то мы пользуемся Lightroom. Если мы привыкли пользоваться Camera Raw, то мы пользуемся Camera Raw. Это зависит исключительно от вас самих. Про сочетания. Нет какого-то определенного сочетания, которое я постоянно применяю на свои фотографии. Я думаю, многие авторы тоже не скажут какого-то прям супер единого сочетания, чтобы они это сочетание цветов обрабатывало все свои фотографии отлично, хорошо. Если мы, конечно же, снимаем какой-то определенной стилистики повторяющейся, то это сочетание можно вывести, но я старая постоянно снимаю, вернее в разных условиях и сочетание у меня никогда не повторяется. Мы об этом еще поговорим. Не бывает правильного перевода в ЧБ. Бывают различные способы перевода в ЧБ. Какое-то ЧБ может быть хорошим, а какое-то в этой ситуации может быть плохим. А в другой ситуации все может быть наоборот. Про ЧБ мы сегодня не говорим. Маски не слишком грубые. Да, маски не грубые. Почему? Потому что если мы, допустим, разберем, предположим, HCL, допустим, то в HCL мы заметим, идет разделение на 8 цветов. И когда я двигаю какие-то определенные, другие у нас не изменяются. То есть при каких-то высоких значениях или отличающихся друг от друга значениях у нас коррекция может выезжать. Здесь же мы видели маскирование такое, что... Это наш фотошоп. Мы видели то, что маскирование такое, что оно не выезжает за пределы, так как нет узкого какого-то выделения цвета. Воздействие идет на все цвета абсолютно. То есть, возможно, здесь просто добавили какие-то канальные маски, которые пропускают воздействие в том числе и на какие-то противоположные цвета. Допустим, мы взяли красный канал. В красном канале ярче показаны красные. Целаные участки показаны темнее. Соответственно, взяв красный канал в виде маски, то мы тем самым максимальное воздействие средоотачиваем на красные участки и минимальное воздействие на цианые участки. То есть, означает то, что на цианые участки тоже есть какое-то воздействие. То есть, если мы делим наш цветовой круг на три части, то это не такое жесткое маскирование. Если это разделение еще за собой включает сами цвета и противоположные, и соседние. В общем, не грубое разделение. Это однозначно видно по этому маскированию. Можно ли открыть JPEG в Camera Raw? Да, можно открыть в Camera Raw JPEG. Для этого вам нужно зайти в настройки Edit, Preference, Camera Raw. И вот здесь вот снизу выбрать параметры. Открывать все фотографии. Открывать формат JPEG все фотографии. И открывать можете и формат TIF. Спокойно сперва в Camera Raw. То есть Camera Raw это не значит, что мы можем только обрабатывать RAW файлы в этой программе. Ну и JPEG, формат JPEG фотографии, формат TIF мы можем там спокойно тоже открывать. Правда ли что повышение насыщенности в красном и понижение в синим увеличивает объем? Так, до этого еще дойдем. Давайте пока что вопросы оставим в сторонке, пойдем дальше. То есть мы заметили то, что когда я двигаю ползунок Saturation в Red Primary, Максимальное воздействие оказывает на теплые цвета, салатовые, маджентовые участки. И слабое воздействие я воздействую на синие цвета. Но все равно это слабое воздействие не так сильно по амплитуде отличается от сильного воздействия. Поэтому Red Primary оказывает на все цвета хорошенькое такое воздействие. Давайте дальше посмотрим как у нас двигается Saturation в Green Primary. То есть если я зайду в Saturation в Green Primary, подергаю его и попробую теперь вторую заготовку взять без изменений, то в итоге в Difference покажется вся разница между этими двумя слоями. То есть какое маскирование, на какие участки у нас будет происходить сильнее воздействие, я тем самым пойму это. То есть я уже сразу вижу то, что зеленые участки терпят максимальное воздействие. То же самое было и в красном канале. То есть красный и соседние с красным они терпели сильнее воздействие, нежели чем какие-то определенные другие цвета. То есть я уже вижу то, что однозначно здесь выиграет зеленые цвета. То есть я вызываю снова Black and White, Maximum White для того, чтобы все цвета светить. И вызовем кривую для того, чтобы поднять монохроматическую контраст через AutoOptions. И опять я вижу то, что всего лишь некоторые цвета насыщенные, они терпят сильное воздействие. Но это очень редко встречается на фотографиях. Очень редко бывают такие фотографии, на которых встречаются супер насыщенные какие-то объекты. То есть я замечаю то, что опять какое-то широкое воздействие идет. Но все же это воздействие слабее сказывается на какие-то маджентовые участки, слабые на какие-то красные участки. То есть можно таким образом сказать, что когда я буду двигать Saturation в зеленом Green Primary, я максимальное воздействие буду оказывать на вот эти вот цвета, которые мы видим яркими сейчас. То есть получается мы можем спокойно поднимать насыщенность, например, травы. Попробовать. То есть если мы возьмем какую-нибудь фотографию и захотим поднять насыщенность травы, то мы можем зайти Saturation, дернуть Saturation Green Primary. Тем самым, само собой, насыщенность оранжевого, красного, маджентов и синих участков тоже поднимется. Но я, если я не хочу воздействовать на зелень, или вернее так, я хочу слабее воздействовать на зелень, ослабить вот эту вот насыщенность, которая появилась после повышения насыщенности Green Primary. То есть убавить насыщенность, сейчас вот хочется красную. То я могу ряд примеров двинуть назад. То есть получается я поднимаю насыщенность сейчас максимально заднего фона, то есть вот этой вот зелени. И насыщенность кожи у нас в итоге тем самым остается на месте. То, что я дернула сперва повышение насыщенности, потом дернул в сторону понижения насыщенности. То есть вот так вот комбинируя вот этими ползунками, мы можем какие-то участки усиливать сильнее, а какие-то оставлять на месте. То есть соответственно уже с Blue Primary должно быть ясно, максимальное воздействие будет идти на синие участки и минимальное соответственно на какие-то противоположные. Мы можем посмотреть. То есть я сейчас вот понижаю насыщенность синего и закидываю это сюда слои. Света вызывает Black and White, Maximum White. То есть не буду поднимать контраст. Сразу понятно то, что максимальное воздействие будет идти на холодные участки. Маджентовый средний тоже изменяется. Цианые участки тоже изменяются хорошо. Но все равно все цвета тоже изменяются при движении Blue Primary. И заметьте, все изменения довольно-таки широкие. И так как синий канал содержит 25% информации о фотографии и красной в том числе, то когда я меняю параметры Red Primary и Blue Primary, я оказываю максимально сильное воздействие. И особенно когда я двигаю Blue Primary. То есть самый черный канал, темный канал, он будет оказывать самое высокое воздействие. То есть есть такая вот раздвижка, которую часто многие используют. Понижает насыщенность синего и повышает насыщенность красного. Это увеличивает объем или нет? То есть мы можем проверить это самостоятельно. Откроем какую-нибудь фотографию и сделаем подобную раздвижку. То есть вы писали подобные вопросы сейчас вот в комментариях. То есть я вижу то, что насыщенность кожи толком-то не изменилась. Но однако у нас изменился объем. Изменился контраст на лице. То есть лицо стало темнее. Оно однозначно становится темнее. Изменилась ли яркость, то мы можем проверить это так. Мы можем открыть фотографию измененную. Открыть фотографию неизмененную. И поставить коррекцию в режиме наложения luminosity. То есть режим наложения luminosity. Переводится он как яркость. Берет из коррекции только исключительно изменение яркостное. То есть если я сейчас поставлю luminosity. И посмотрю есть ли у нас изменение. То замечает то, что у нас изменяются в том числе и яркостные вставляющие картинки. Поднялся контраст. То есть фотография стала темнее. Вернее кожа стала темнее. Красные участки стали темнее. То есть мы можем сделать такую вот раздвижку на цветовом. Круги и посмотреть. Не круги, а вот этих вот плашках. То есть насыщенности не убавляем. Насыщенность красного прибавляем. То есть мы видим то, что градации вот этих вот. То есть кожа же здесь расположена где-то примерно. То есть где-то она лежит между красным и оранжевым. Зависит от человека. То есть мы замечаем то, что здесь градации. Вариация вот этих вот. Оранжевых участков она поднимается. Ниже чем был до коррекции. То есть вариация не страдает. Вариация страдает. Вот мы видим на супер насыщенных красных. Ну и какие-то отдельные цвета тоже конечно застрадают. Но если мы обрабатываем портрет, то мы на лице действительно поднимаем такой раздвижкой контраст. То есть если у вас есть какая-то фотография крупно лицевая. И мы хотим поднять на ней контраст. То мы спокойно можем воспользоваться такой раздвижкой. Если цвет кожи телесный. Но не увлекайтесь подобными раздвижками. Если вы обрабатываете допустим портрет девушки. То это очень слишком вытягивает детали. И получается если у вас была какая-то проблемная кожа. Проблемные участки на коже тоже усиливаются. То есть в итоге придется делать ретушь кожи. Многие коммерческие фотографы такую раздвижку не используют. По той причине, что это ухудшает нам кожу. Увеличивается вариация цветов на коже. И кожа становится с проблемами локальными. И в итоге придется ретушировать. Зачем ретушировать, если можно обойти без этого. То есть такая раздвижка используется только среди портретистов, не коммерческих фотографов. До этой раздвижки мы тоже еще даем. Давайте теперь разбирать ползунки Q. Для этого мы можем открыть. Так, давайте добью сперва ваши вопросы. И после продолжим. Слышно меня? Так. Голливудская тонировка не делала с Lightroom. Как правильно работать кривыми? Стрим по модуль камеры Calibration. Почему здесь кривые? Получается, что воздействие в RedPrimary работает с красным каналом. Получается то, что, ну лично, мое мнение, ну и мы видели, соответственно, то маскирование, которое здесь содержится через MoveStration. Мы видели то, что максимальное воздействие, когда я дергаю RedPrimary идет на красные цвета. То есть, получается, в этих вот ползунках содержится маска цветов и маска канала одновременно. То есть, получается, если мы возьмем маску цветов, то мы будем воздействовать на все цвета. Это раз. Если мы добавим маску красного канала, то тем самым мы максимальное воздействие будем добавлять на красные участки и на соседние из красных. И слабее воздействие будем добавлять на противоположные, циановые участки. То есть, возможно, здесь содержится какая-то своеобразная маска цветов и какое-то своеобразное разделение на каналы. То есть каждый канал максимально воздействует на те составляющие, которыми, как он называется, на то и воздействует, собственно. Это даже, по-моему, логично. Первым делом мы, когда обрабатываем фотографии, должны изменять яркость на составляющую картинки. Почему? Потому что если мы изменим цвет фотографии сперва, то в итоге изменение яркости в дальнейшем приведет нас к изменению цвета. И мы в итоге вынуждены будем повторно менять цвет. То есть первым делом мы должны менять изменение яркостное. То есть работать в панели Basic, с кривой, если мы, допустим, работаем в Lightroom. То есть вот эти вот изменения мы должны делать в первую очередь. Тоновую кривую мы должны строить в первую очередь. И уже потом мы должны менять температуру и оттенок. То есть температура и оттенок идут вторым этапом, по той причине, что это такое широкое воздействие на цвет. И мы его оказываем в первую очередь. И дальше мы уже идем, соответственно, в Camera Calibration. По той причине, что в Camera Calibration тоже идет воздействие на все цвета, но через какое-то дополнительное маскирование, своеобразное маскирование. И уже потом, соответственно, добиваем это HCL. И все это можно делать в других последовательных техниках. Не обязательно прямо так же, как я сказал. Но логичнее было бы поступить так. Потому что цвет зависит полностью от цвета. И если мы меняем цвет, то цвет картинки изменяется. Поэтому цвет первым, потом изменение цвета. Так, я работаю в RPP. Нет, я не работаю в RPP, я работаю в Photoshop. То есть все абсолютно, все изменения цвета, все изменения яркости я произвожу в Photoshop. Камера Calibration я не пользуюсь. В дальнейшем объясню почему. Есть ли принципиальное различие между RAV-коннекторами? Так, об этом лучше вам стоит почитать книжку Павла Косенко. Там очень подробно об этом расписано. Как осветить фотографию, при этом не сделав кожу слишком белый Lightroom. Это нужно изменять яркостную составляющую, в первую очередь. Потом, соответственно, цвет. Нужно делать это в панелях Basic, кривой, где угодно, где это можно осветить. В каких случаях работает раздвижка всеми известного нам деятеля, а в каких не работает? А именно канал. Так, я про это говорил. У кого ты учишься фотографии и обработке? Я сейчас, на данный момент, ни у кого не учусь. И не учусь уже где-то два года, даже может быть больше. До этого я посещал пару мастер-классов. Где-то в целом посетил 10 мастер-классов. И почитал какие-то определенные книжки. И могу посоветовать для начинающих, даже для продвинутых одновременно, почитать живой журнал Андрея Журавлева. Очень много полезной информации вы найдете на его ЖЖ. Это же вы можете найти видео спокойно с редушью, частотным разложением, другие остальные видео по цветокоррекции. Советую почитать для начала хотя бы Андрея Журавлева. То есть я, например, когда начинал, я долго его ЖЖ осилил. Я его осилил, его ЖЖ около полугода, чтобы мне было все это понятно. Вот прочитаете его, потом мне пишите в личку. Кого еще почитать? Я прочитал Журавлева. Или пишите просто Журавлева. Кого вы мне посоветуете? Какой профиль камеры калибрэйшн ты используешь? Я использую Adobe Standard. Всегда. Почему? Потому что тот результат, который выдает этот стандарт, он меня устраивает. У меня все плохо с английским, поэтому не удивляйтесь. Почему, когда я открываю фото в Camera Raw или в Lightroom, у меня меняются цвета? Во-первых, если вы открываете в Комната просмотрщика свою фотографию, а после открываете ее в Lightroom или в Camera Raw, у вас само собой изменится цвета. Потому что эти программы показывают результат по-своему. Ничто из них не является каким-то правдивым результатом. То есть, если вы открываете, допустим, РПП и сравниваете его с Faston, сравниваете с Lightroom, вы получаете абсолютно три разных результата. Это зависит от программы. То есть, не надо этому удивляться. И если мы хотим максимально, чтобы результаты совпадали, мы должны производить в той или иной программе какие-то определенные коррекции. Так, давайте так сделаем. Если вы пишете вопрос, то в конце ставим вопросительный знак. Если вы тут ведете какую-то беседу, чтобы я не отвлекался, пишите без вопросительных знаков. После открытия RAW-файла в Camera Calibration в Photoshop, как вернуться обратно в камеру? Как вернуться обратно в камеру? В смысле, как вернуться? Вот этого вопроса я не понимаю. Еще раз, переформулируйте, пожалуйста. Так. Почему получаются такие ядовитые цвета? Это зависит от освещения. То есть, если, допустим, у вас какая-то фотография имеет широкий размах освещенности, то в итоге, само собой, при этом будет очень много каких-то определенных цветов. И если мы хотим, чтобы у нас цвета не становились ядовитыми, мы не должны снимать таких условий в первую очередь. То есть, надо это все решать в процессе съемки или пользоваться в таких случаях другими программами, если Lightroom или Camera Raw не могут сделать того результата, который вас устраивает. То есть, в тех условиях съемки, в которых я снимаю, в тех условиях съемки, в которых я привык обычно работать, и после того, как я открываю Camera Raw свою фотографию, меня полностью результат устраивает. У меня нет таких проблем. То есть, если бы у меня была бы такая проблема, я давно уже об этом бы задумался. То есть, я задумался бы, допустим, перейти на РПП, потому что, возможно, там вот эту вот проблему можно разрешить. Но я не снимаю в таких условиях, у меня нет такого результата. Это можно устранить таким образом, чтобы... Вернее, так... Вернее, давайте так. Если вы будете контролировать каждую операцию, когда мы обрабатываем, то в итоге мы не будем получать таких вот результатов. То есть, не надо делать коррекции, которая убивает вариацию цветов. То есть, если мы посмотрим теперь, раз уж речь сейчас зашла о ядовитых цветах, давайте мы посмотрим, как изменяется вариация цветов, когда я двигаю камеру Calibration. Зайдем еще раз на эти цветовые плашки. Давайте посмотрим на вариацию цветов, как они себя ведут. То есть, когда я понижаю насыщенность, вариация определенных цветов... Ну, вариация, она не изменяется. То есть, понижение насыщенности, она не усугубляет вариацию цветов. А вот повышение насыщенности, да, искажает. Мы видим то, что какие-то участки вот стали плоскими. То есть, если я делаю подобные вот раздвижки, то я должен быть в курсе о том, как изменяются определенные цвета. То есть, например, вариация оранжевого, она, да, поднимается. Но вариация-то красного-то становится ужасной. Вариация, допустим, салатого, вариация синего, других каких-то определенных цветов, она наоборот падает. То есть, если у нас какая-то ситуация, вот ваш пейзаж был, с такими цветами, на которых у нас были красные цвета, на которых были синие цвета, какие-то салатовые, такой раздвижкой само собой не испортятся. То есть, такая раздвижка на все фотографии не годится. Давайте посмотрим, как изменяется у нас хью, как он влияет на вариацию цветов. То есть, когда я двигаю хью, неважно в каком направлении мы всегда теряем вариацию цветов, определенных цветов, не всех определенных. То есть, когда я двигаю хью в красном, допустим, вправо, я замечаю то, что какие-то определенные цвета, салатовые, мажентовые, оранжевые, уже бывшие красные, теперь уже оранжевые, становятся в некоторых участках плоскими. Когда я двигаю хью вправо, мы видим то же самое. Мы видим то, что какие-то определенные цвета, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, становятся плоскими. Но это очень редко встречающиеся фотографии То есть я, например, лично в своей практике очень-очень редко встречаю фотографии На которых есть прям супер насыщенные красные участки Супер насыщенные салатовые, другие какие-то цвета То есть получается даже вот такой вот сильной раздвижкой Какие-то слабые понасыщенные цвета, они не страдают То есть получается зависит от того, как вы снимаете Если вы снимаете все время какой-то солнечный день Снимаете все время в каком-то насыщенном фоне Или просто любите насыщенное все хозяйство И то само собой мы, изменяя вот эти параметры, насыщенный цвет будем портить То есть если мы откроем, допустим, какую-то фотографию Допустим вот эту, скачанную из интернета Автора я не знаю Поэтому здесь автор смотрит, пускай не думает То, что я считаю, что эта фотография дерьмовая или дурацкая Я всего лишь показываю как пример Обработка авторская, она меня устраивает То есть если я, допустим, зайду в Red Primary И вот в Green Primary, Blue Primary Подергаю вот эти вот ползунки Допустим, в каком-нибудь там диком значении, диком изменении Специально сделаю цвет плоским То есть делаю это специально Когда я дополнительное что-то, еще что-то делаю Я еще сильнее усугубляю ситуацию насыщенных цветов Я действительно теперь начинаю замечать то, что, например, вот эта вот белая полоска Я не знаю, что это такое на фотографии Оно начинает плохо читаться Вот здесь вот теневой участок Он вообще пропадает куда-то То есть есть, конечно, какой-то небольшой участок Но в целом фон становится еще более таким однородным То есть минусом камеры Calibration является то, что он плохо воздействует на насыщенные цвета Это первый недостаток Второй недостаток То, что он еще воздействует не только на цвет, но еще и на яркость на составляющую То есть чего не хватает Лично это мое мнение Чего не хватает здесь вот в модуле Camera Calibration Воздействие только исключительно, допустим, на цветность Воздействие только исключительно на насыщенность То есть была бы кнопочка, которая разделяет все вот эти вот параметры Яркость, насыщенность, как в Photoshop есть режим наложения То было бы вообще замечательно То есть можно было бы здесь нажать на кнопочку и изменять только исключительно цвет фотографии То есть если бы у меня камера Calibration был бы в Photoshop, допустим То в виде какой-то коррекции, корректирующего слоя То я мог бы воспользоваться режимами наложения То есть вот откроем обработанный результат И откроем результат необработанный И поставим обработанный сверху в режиме наложения, допустим, лимоноски То есть мы отсюда берем только исключительно яркостную составляющую То есть мы видим то, что камера Calibration изменяет и яркостную составляющую, и цветовую составляющую, и насыщенность, и хью То есть меняет все параметры Если бы был у меня Photoshop, я мог бы поставить здесь режим наложения color или hue, чтобы брать что-то одно В итоге у нас объем, что и был, что и остается То есть в итоге вот эта вот полоска, которая была, она до сих пор читается Та цветовая коррекция, которую я, допустим, хотел сделать Я в итоге ее передал и объем не потерял То есть плюсом Photoshop является то, что здесь есть режимы наложения И минусом камеры Calibration то, что там их нет, соответственно И это главная причина, почему я не пользуюсь камерой Calibration Так, вопросы дальше И, кстати, насчет ядовитых цветов я бы не сказал, что тут такие уж ядовитые цвета Вот я видел похлеще фотографии Расскажи, пожалуйста, как работает фильтр ВКонтакте Блин, я туда даже ни разу в жизни не заходил Напишите техподдержке, она вам ответит Кстати, техподдержка ВКонтакте замечательно отвечает в течение 18 часов Как происходит сближение цветов в камеры Calibration для свадебных фото Например, что на MyVet или не в камеродела Так, данный вопрос я буду разбирать в следующем стриме Мы поговорим как раз-таки о свадебной обработке О популярной, которая часто используется на MyVet И дождитесь вот этого, в общем, стрима Выкладывая фотографии ВКонтакте, они теряют свое качество Этого никак не избежать ВКонтакте все равно будет какое-то изменение Почему? Потому что, допустим, в плане резкости Возьмем элементарно То есть обычно ВКонтакт предполагает за собой то, что туда будут фотографии Выкладывать люди больших размеров Или вообще без ресайд, без ничего И поэтому придумали какое-то изменение по резкости И это изменение по резкости никак не изменим То есть я советую, если есть возможность Предлагать свое портфолио на других ресурсах Само собой мы должны публиковать свои фотографии ВКонтакте Но никак, к сожалению, не сделать так Чтобы фотография, которая была у вас обработана в фотошопе При выкладывании ВКонтакте была абсолютно такой же Она всегда будет меняться в плане качества Почему регулятор оттенка теней Shadows вынесен отдельным бегунком Бывают ситуации, когда у нас есть какие-то паразитные оттенки Которые возникают в тенях Мы можем воспользоваться вот этим вот бегунком Shadows Для того, чтобы подконтролировать вот эти вот паразитные оттенки, которые возникают То есть бывает после того, как я устанавливаю тинт или оттенок Или просто снимаю на высоких значениях ISO Часто вылезает такая штука, что тени отдают каким-то оттенком И поэтому мы можем воспользоваться этим вот ползунком Стоит ли в камеру Calibration сбрасывать все настройки во всех разделах 0 А потом производить обработку в фотошопе Или все-таки можно использовать ползунки АКР для цветокоррекции Это зависит от задачи То есть если мы, допустим, делаем фотографию на выставку Мы хотим тщательно ее обработать Само собой мы не хотим, чтобы возникали какие-то проблемы Шумы, ореолы, границы жесткие читались Чтобы цвет становился плоским и так далее То есть мы обрабатываем фотографию тщательно В таких случаях, да, некоторые поступают так, что обрабатывают полностью фотографии Тщательно контролируют каждое изменение с фотографией А если мы, допустим, вот как Сафин это делает, да Выкладывают фотографии в размере... В моем случае я уверен, что можно было бы спокойно обрабатывать и в лайтруме все фотографии Потому что тот размер, который публикую максимально в интернет Это 750-900 бывает То есть при таком-то размере... При таком размере какие вообще ореолы могут возникать То есть какие-то там точки могут вылезать, шумы и так далее То есть при таких вот размерах, понятное дело, можно пользоваться в лайтруме А если мы отдаем большие фотографии или если наш клиент очень тщательно... Зависит от клиента Допустим, вы работаете в деревне Ваш клиент тогда вообще не разбирается фотографии ни хрена Ему пофиг, какой результат вы отдаете То есть можете даже синяки замазать штампом, он ничего не заметит Потому что он не видел ни разу нормальных фотографий А если ваш клиент, допустим, какой молодой человек Который часто сидит в интернете, вконтакте, часто смотрит на чужие какие-то фотографии В общем, не раз фотографировался И, само собой, в таких случаях мы хотим ему понравиться и обрабатываем получше свои фотографии Зависит от случая Я не могу предсказать... Не бывает такой штуки, чтобы все фотографии обрабатывали одинаково Так, всю цветокоррекцию ты делаешь только кривыми Нет, конечно, вы что... Кривыми я в первую очередь делаю даже не цветокоррекцию А делаю повышение контраста И в первую очередь это... Вот это А цветокоррекция вся происходит вообще другими коррекциями Почему там только два цвета? Зеленый и маджентовый То есть зачастую как раз-таки зеленые и маджентовые участки и вылезают Поэтому добавили Насчет этого, кстати, я не в курсе Меньше всего я думал насчет этого Честно вам признаюсь Какие положения ползунков делают более вариативные цвета А какие, наоборот, их сближают Зависит все от случая То есть вы можете сами самостоятельно сделать вот подобную штуку И проверять какие цвета... Как у нас происходит изменение цвета определенного в плане вариации В плане насыщенности, в плане контраста и так далее То есть давайте подразберем до конца Hue Мы пропустили, так бегло разобрали его То есть Hue у нас изменяет тоже все цвета Ну явно, раз он расположен в Red Primary Мы помним маску, которая здесь была То есть максимальное воздействие было у нас на красные участки Ну вот даже не будем сейчас вот в дифференсе сравнивать Я четко вижу То, что красные, оранжевые участки Изменяются гораздо сильнее по амплитуде Нежели чем изменяется синий То есть заметьте, как изменяется синий И как изменяется красный Красный скачет до оранжевого, до мадженты прямо такого яркого А синий туда-сюда на небольшие какие-то изменения То есть максимальное воздействие идет на красные участки И слабенькое такое воздействие идет на синие участки То есть вы можете, например, в полоску расположить цвета И попробовать их подергать То есть вот те же самые цвета, но только исключительно без вариаций, без градаций Но насыщенные, в общем-то, и дергаю я, допустим, hue red primary Замечаю то, что желтый, например Давайте вправо его только дергать Сейчас вправо смотрим, какие изменения происходят То есть желтый и синий слабее всего изменяются То есть такое чувство, как будто бы наши все цвета начинают двигаться к двум определенным То есть как будто бы оранжевый, красный, салатовый, зеленый начинают двигаться к желтому То есть заметьте, когда я сдвигаю, сдвигаю, сдвигаю То есть как будто бы они все сближаются в этом вот направлении И если я посмотрю вот теперь на эти участки, там тоже происходит сближение То есть к синему тоже все цвета начинают убегать То есть получается, когда я двигаю red primary Неважно в каком направлении У нас идет разбиение всех цветов Убирается какие-то два определенных главных И к ним двигаются все остальные цветы на цветах То есть мы можем для себя, например, поступить так Мы можем найти тот цвет, который меняется слабее всего И через шесть цветов будет тот цвет, который тоже меняется меньше всего Примерно через шесть То есть мы можем, допустим, найти синий И заметить то, что какие-то циановые даже уже будут ближе участки То есть в этом направлении уже будут меняться меньше всего Какие-то зеленые и циановые участки и магентовые участки То есть я не запоминаю Ни в коем случае, из-за чего Зачем запоминать? Многие фотографы, они открывают свои фотографии И начинают дергать туда-сюда эти все ползунки Они не думают, когда дергают То есть я считаю, что это нормально Потому что люди экспериментом понимают, как в итоге их выстраивать То есть в итоге у нас остается два основных цвета К нему сдвигаются все остальные цвета Я вижу то, что к магентому начинают двигаться цвета X К такому циановому, циано-зеленому цвету То есть если я, допустим, green primary дергаю То у нас тут ослабляется в первую очередь я вижу желтый Это вот то, что я сразу замечаю То есть максимальное воздействие вот на эти вот участки происходит Двигаются это в сторону Вот эти участки в сторону циана И эти участки в сторону красного То есть цианы красные, заметьте, изменяются слабее всего Дернем в эту сторону Красный опять изменяется слабее У магента уже какой-то Синий изменяется слабо Синий-желтый изменяется слабее То есть в зависимости от того, куда я дергаю hue У нас картинка ведет себя по-разному То есть не все время происходит какое-то одинаковое воздействие на цвет Когда я дергаю в этом или в этом направлении Все время два основных цвета какие-то разные остаются То есть в данном случае оставались у нас Какой-то циан и красный, слабо изменяющийся Остальные двигались к этому циану, к этому красному А в этом направлении у нас остается в первую очередь уже Желтый, я вижу, слабо меняется И синий То есть через 6 примерно сагов у нас синий расположен Соответственно, здесь давайте посмотрим И уже все, я думаю, будет достаточно То есть цианы красные Все сдвигается к циану красному То есть входит все к этому красному А здесь входит все к циану И заметьте, довольно-таки сильное воздействие здесь происходит Напомню вам, по той причине, что Blue Primary содержит 25% информации о фотографии И поэтому здесь идет более жесткое маскирование нервов Чем других масок Ну и также жесткое маскирование в Red Primary Самое мягкое маскирование происходит в Green Primary Так, вопросы, продолжаем Блин, давайте сделаем так Давайте, если вы пишете мне вопрос То адресуйте его так Марат и в конце вопросительный знак Потому что я тут путаюсь Я не могу все абсолютно читать То есть когда файл уже в рабочем Кне фотошопа И мне необходимо сделать еще какую-нибудь Коррекцию этого файла в Camera Raw А, понял вас В чем вопрос? Может быть вы имели в виду то, что Если, допустим, мы хотим открывать Camera Raw как типа какой-то корректирующий слой То мы можем сделать это открытие как смарт-объект То есть мы можем открыть наш RAW файл Или просто какой-то файл И возвращаться к Camera Raw если хотим Открываем его как смарт-объект И после этого там что-то поделали И открывать можно теперь его новый слой Отдельно как смарт-объект И откроется уже Camera Raw Мы можем здесь произвести какую-то другую коррекцию Но это не совсем удобно Потому что файл ваш становится довольно-таки тяжелым И постоянно надо, если сделаю какую-то хорошую коррекцию Уже открывать слой не как в виде смарт-объекта А уже как готового результатного слоя Я такими способами не пользуюсь Что такое Picture Style? А, все понял Ты выставляешь свою настройку Picture Style в фотоаппарате? Нет Я когда снимаю Просто ставлю нейтральный стиль съемки Для того, чтобы на своем дисплее Понимать, как надо подправить скорость затвора ISO и так далее Для того, чтобы понять Не пересветил я или не затемнил свой кадр А если я ставлю какой-то там стандартный Или монохромный Или насыщенный стиль съемки То в итоге само собой дисплей мой Показывает более контрастный результат Неже чем нейтральный И соответственно, если есть какие-то пересвеченные участки Он может их выбить Я буду думать, что это выбитые участки А на самом деле они ни хрена не выбиты Поэтому я выставляю значение Picture Style в своем фотоаппарате нейтральным Это никак не влияет на дальнейшую мою обработку Потому что обработка у меня не связана со съемкой особо Я в любом случае, когда смотрю на дисплей Вижу другой результат Потому что мой монитор показывает одно Дисплей показывает другое Зачем ориентироваться на дисплей? В первую очередь Я на дисплей ориентируюсь только исключительно для того, чтобы Выставлять параметры под съемки Марат, не воздействует ли красный канал в камеру Calibration на кожу В случае, если кожа имеет яркость по цвету Более остальной составляющей картинки Иначе говоря, центрирована по яркости Так, давайте вникнем в вопрос сейчас Что-то не понял вообще, ни хрена Давайте переформулируйте, пожалуйста Как ты устанавливаешь световую температуру Если в кадре нет белых или серых На глаз, конечно Вы думаете, есть какие-то волшебные кнопочки Все фотографы на глаз делают Вы думаете, свадебный фотограф, допустим, какой-нибудь Будет делать это как-то иначе Что не на глаз, по циферкам Сегодня в стриме это все Имеет в виду то, что камера Calibration Будем использовать в этом стриме Так Марат, чем можно заменить камеру Calibration в фотошопе? Это инструмент Channel Mixer Channel Mixer содержит в себе маскирование Такое же канальное И если я буду Channel Mixer делать в сумме 100% всегда То в итоге это будет еще добавляться маскирование цветовое То есть получается Channel Mixer способен сделать такие же примерно коррекции Как и камера Calibration Но он сложнее гораздо по восприятию Ну, лично мне Хотя в некотором проще Лично сложнее это многим тем, что Редко пользуются этим инструментом Редко пользуются этим инструментом И редко встречаешь какие-то видеоуроки в интернете с этим инструментом Поэтому редко и, соответственно, это применяют Я не считаю бесполезным инструмент камеры Calibration Потому что мы видели то, что страдают в первую очередь насыщенные цвета То есть, по сути, редко такие же фотографии, напомню вам, встречаются То есть, если мы, допустим, обрабатываем пакетно свои фотографии То это же круто то, что цвет у нас ненасыщенный Допустим, его нет И в итоге наши цвета сближаются Чем это круто то, что они сближаются? Допустим, у нас фотография пестрая была какая-то по цвету Или на фотографии очень много цветов присутствовало То тогда мы можем вызвать вот камеры Calibration Подергать это в каких-то направлениях То есть, если вам неприятно то, что цвет кожи, допустим, изменился в какой-то непонятный оранжевый цвет Вы можете какой-то другой Cream Primary, Blue Primary дернуть в сторону красного То есть, у нас же оказывается воздействие на все цвета И в итоге получается, что красное остается на месте Пострадали только насыщенный, но остальные не пострадали Но зато у нас, например, пайлсы желтые в данном случае Зато у нас сближаются вот эти вот цвета То есть трава там, зеленые, вернее не трава, а зеленые участки какие-то И цианые участки, синие участки, маджентовые участки, я замечаю, начинают сближаться Мадженто здесь с красным тоже начинают сближаться То, что они сближаются, эти цвета, это нам только на руку Почему? Потому что если фотография пестрит многими цветами, то она смотрится негармонично А если на фотографиях центрированы какие-то два, один, три основных цвета То в итоге фотография легче воспринимается То есть, по-моему, это логично Многие уже об этом говорили То, что небольшое количество цветов, это наоборот плюс Поэтому, если мы полностью пользуемся камерой RAW, допустим Если мы полностью пользуемся Lightroom, то Camera Calibration это незаменимый инструмент цветокоррекции в Lightroom или Camera Pro, я считаю Потому что сближение цветов, это круто То есть, если мы, допустим, если вы сейчас кого-нибудь приведете в пример из фотографов Чей результат вас устраивает, то вы увидите то, что многие эти фотографы делают небольшое количество цветов на фотографии То есть, если я, допустим, зайду на какого-нибудь фотографа Вот зашел на фотографа Elizabeth Gut из Ванкувера, Канада И смотрю, какое количество цветов на ее фотографиях То есть, я смотрю вот на эту фотографию Вижу, что тут основные какие-то синие, сближенные к нему цвета И есть какой-то теплый на коже И больше нигде теплого, я особо не замечаю То есть, небольшое количество цветов на фотографии Или вот здесь вот тоже небольшое На всех цветах, на всех фотографиях почищено небольшое количество цветов И это классно И это можно Добиться такого результата можно спокойно в Lightroom Просто нужно снимать так Она круто снимает не из-за того, что она обрабатывает, допустим, фотографию где-то там в какой-то крутой программе Она, у нее крутые фотографии, потому что она снимает вот в таких вот местах Она снимает в виде так, снимает в таких вот условиях Это все зависит от человека Ваша крутая фотография зависит только исключительно от вас От съемки, от обработки Она, так, на 5-10% я считаю, зависит Так, еще есть вопросы Красный канал имеет большую яркость в сравнении с синим в лабе Соответственно, вопрос был в том, что не только на кожу он воздействует по большей части А как мне кажется, на более яркостные участки Так ли это? Просто привязывать его к коже не совсем было уместно Само собой Я вам говорил То, что Если мы дергаем red primary Blue primary Green primary Не важно что Мы воздействуем на все цвета абсолютно То есть, если мы сравниваем с лабом, то это совсем другая стихия Потому что в лабе идет разделение на две составляющие И там вообще идет разделение цвета от яркости канала А и Б и цветовые То есть, там совершенно другая стихия и другой результат И это неуместно приводить в сравнение Я почему говорю о коже? Потому что многие из вас, те, кто смотрят стрим Или то направление, в котором я работаю, это портрет И зачастую кожа там телесного оттенка Красного Но имеется в виду близко к красному расположенному оттенку То есть, если мы дергаем Поэтому я, собственно, и проводил стрим Центрируюсь на этом На цвете кожи А так, само собой Будет воздействие абсолютно на все цвета Марат, расскажи подробнее про профиль камеры У некоторых я видел длинные списки И да, и об этом мы как раз таки будем говорить О... В этих вот профилях камеры Наверное, видели У меня здесь используют Есть какие-то другие Это скачанные из интернета профили пленочные Я ими не пользуюсь Но для быстрой, допустим, свадебной обработки Многие этим пользуются Об этом мы как раз таки будем говорить в следующем стриме То есть, по умолчанию есть такие Только предлагаемые Adobe Camera Raw Профиля камеры То есть, если вы применяете какой-то профиль камеры Который здесь вот написано Камера нейтрал Версия 4, допустим, применяете Вы на самом деле не вытягиваете Родную какую-то фотографию из камеры Вот такая, типа, должна быть фотография Она такая вот получилась Ничего подобного Вы всего лишь применяете какую-то коррекцию Которую предлагает Adobe Camera Raw То есть, эта коррекция не является правильной И нельзя за это вот прям цепляться Прям как будто это истина И только этим пользоваться Пользуйтесь тем Что вам Результат которого вас устраивает То есть, я лично считаю, что если Вы нашли какой-то профиль камеры И какие-то изменения ползунков Такие, что вот все фотографии ваши Реально обрабатываются Почему бы этим не пользоваться Это же логично Я бы всегда пользовался тем Что в итоге дает мне результат Который меня полностью устраивает Так, следующий вопрос Марат Как править цвет на ночных и сумочных В снимках Абсолютно так же править цвет Зависит от фотографии О шумах мы не говорим Марата, можешь рассказать про метод? Нет, это совсем Это просто огромная тема Я советую по этому вопросу Посмотреть стрим Андрея Журавлева Недавно совсем вышел Вы можете посмотреть Ретушь кожи через частотное разложение От и до разобран весь процесс Зачем использовать камеры Calibration Для уменьшения сближения цветов Это слишком искусственно Будет выглядеть Слишком много цветов Едет меньше контроля Разве нет? Зависит от ситуации Если мы снимаем В пережаренных условиях Это само собой едет Если мы снимаем В нормальных условиях То при каких-то изменениях Это не выдает Определенных проблем В большинстве случаев Да Если не контролировать съемку Это все может вполне выезжать Давайте обработаем какую-нибудь фотографию С помощью профиля Модуля, вернее камеры Calibration То есть вот эта вот фотография Сейчас посмотрим до и после Эта фотография само собой По яркости наставляющей Обрабатывалась И по цвету в камеры Calibration То есть если я сейчас уберу изменения Камеры Calibration Которые я сделал То мы получаем вот такой вот результат То есть мы получаем то Что на фотографии Очень много цветов Почему? Потому что повышение контраста То повышение контраста Которое я сделал Мы видим это сделано С помощью кривой в первую очередь Это вот этот вот участок Этот участок Соответственно вот эта вот часть лица В первую очередь Она поднималась по контрасту Увеличение контраста Приводит нас К тому, что появляются Новые градации цветов И в итоге Фотография начинает пестрить цветами До этого она была однотонной До этого не бросались так губы Не бросались так синяки То есть до этого не казалось То, что тут какое-то желтое пятно А сейчас вот все эти проблемы вылезли Для того, чтобы лучше эти проблемы видеть Мы можем сделать так Можем зайти в Saturation И поднять Saturation Убедиться в этом А может нам так кажется Может на самом-то деле Нет никаких проблем Все в порядке Нам всего лишь показалось Подняв насыщенность Я четко замечаю То, что да Желтое пятно здесь Да, есть какой-то Магентовый участок Участок Губы слишком магентовые Желтое пятно здесь В общем Цвет поехал Из-за того, что я поднял контраст Повышение контраста Обязательно приводит к этому Это логично Если я сейчас зайду В Camera Accreation Для устранения этих проблем То могу вполне добиться Результатом Первое то, что я сделаю Это убавлю насыщенность Синих участков То есть если мы посмотрим еще раз На Sturation То, что мне не нравилось Это то, что тут появляется синева И близко к синему участку Расположены участки Это Извиняюсь за Топтологи Это Магентовые участки Холодные Магентовые и циановые участки Соответственно, если я хочу Их прибрать То я могу сделать так Зайти в Camera Accreation И убавить насыщенность Синего Само собой Насыщенность всех стоп Падает Но в первую очередь Падает насыщенность Именно синего И для того, что Поднять кожу На место Вернуть кожу На место Я применяю Ред примеры Ред примеры По насыщенности В итоге получается Синие Магентовые участки Сильнее изменились По насыщенности Они ослабли Кожа Вернулась на место Самое главное На этой фотографии Это лицо Поэтому Здесь Такая вот даже Сильная раздвижка Она не выдает Особых проблем Я не вижу Каких-то участков Которые сейчас Стали плоскими Что мне еще не устраивает Мне не устраивает то, что Желтое пятно Зелень какая-то На фоне Вижу то, что Желтые пятна На носу На лбу Я бы хотел их Передвинуть То есть Если я хочу Сближать цвета То максимальное Сближение Все-таки Можно оказывать Не с помощью Сустрейшн А с помощью Фью То есть Мы будем Дергать Крин Пример То есть Придвижок Вправо Крин Пример Оказывает Максимальное Воздействие На желтизну В сторону Магенту Вводят Стальные участки То есть В сторону Магенту Уходит наша кожа Надо вернуть кожу На место Мы добавляем кожу В сторону Оранжевого Соответственно То есть Делаем вот такую Раздвижку То есть Контролируя Эти все Изменения Мы можем Добиваться Какого-то Резутата Определенного Который Будет слабо Искажать Вариацию Стоп Вернее Та вариация Которая Здесь теряется Она не сказывается И В итоге Обработка На мой взгляд Считается нормальной Не выглядит эта фотография Отвратно После обработки То есть Проверим Давайте Насыщенностью Если мы допустим Подергаем Камеры Калибрэйшн То мы замечаем То что До обработки У нас Лицо Пестрило цветами После обработки Желтизна Начинает пропадать Маджентовые участки Начинает ослабевать То есть Если мы хотим Все это ослабить Само собой Сильнее То мы должны Дергать все ползунки Сильнее То есть Мы можем дернуть Допустим Blue primary В сторону Оранжевого Если нам кажется До сих пор Какая-то Блин Желтизна Есть на фотографии Мы можем Blue primary Дернуть в сторону Левую И в сторону Маджентов Уйдет Наша кожа Синие участки Здесь редко встречаются И синие участки Такая раздвижка Уходит ЦАН Но мы Прибрали Насыщенностью То есть Давайте посмотрим Еще раз Насыщенность Мы замечаем То что Уже Еще слабее Начинает Воздействие Эта Желтизна Еще слабее Начинает Проходить То есть Лицо Становится Более Таким Однородным По цвету После применения Camera Calibration То есть В таких случаях Можно применять Camera Calibration То есть Зависит Это все От стиля Фотографии Которым Которым мы Занимаемся Так Еще вопросы Кстати Вот Скинули Здесь Комментарии Стрим Можете посмотреть Интересно Каким образом Уближать цвета Чтобы добиться Цвета Я не знаю Этого Марат Какие источники Информации Посоветуешь Кроме книги Павла Костенко И его статьи Статей Журавлева Но Я больше Ничего Не читаю То что Дали мне Вот эти авторы Маргулис Там Журавлев Касьянка Еще кто-то там Этого мне Хватило Недостаточно Этого И дальше Что-то придумывать Самому Это уже можно Спокойно тоже То есть Для того чтобы понять Как работает все Можно почитать Вот этих авторов А все остальное Придется опытом Это лично Мое мнение Можно ли сохранять свой профиль Странный вопрос Непонятно Марат Будет ли как-нибудь Рассказ об обработке Пейзажа Возможно будет Вполне Марат заметил Что очень Воздействует На Цвета Первый Ластик Циан Маджента Какой циан Маджента Ластик Че Иван Ничего не понятно Марат Сколько стрим идти будет Ну все он уже идет На завершение Собственно Давайте еще Минута Это все Если у вас какие-то вопросы Если есть Задавайте их В комментарии Следующий стрим будет в феврале месяце Я еще не знаю точную дату Если мы допустим не пользуемся Lightroom То само собой В фотошопе мы должны Искать какие-то Коррекции Которые будут Заближать цвета Само собой Без В фотошопе только Кривыми одними Не обойтись Марат Почему А подождите Тут еще есть Марат Сближаешь ли ты Оттенки цветов на своих фотографиях Конечно Сближаю Если да То О фотошопе Мы сегодня не будем говорить Об этом точно нет Я сближаю Все С помощью фотошоп Делаю это в лабе Делаю это с помощью Ченнел миксера Делаю это с помощью Селектив колора И еще каких-то операций Делаю это с применением Двумя Там Различных режимов наложения Все зависит от ситуации Но делаю это в фотошопе Не в Lightroom По той причине Что я не Человек Который Нуждается В какой-то Пакетной обработке Главным плюсом Lightroom Я считаю Это Удобство Пакетной обработки Если был бы я Свадебным фотографом Или Человеком Который В день там Тысяча фотографий То Само собой Я бы в качестве Своего Редактора Использовал бы Lightroom Есть вопрос Но все равно Я кстати Сейчас еще Немножко По прошлой теме Все равно Я пользуюсь фотошопом Но все абсолютно Записываю в экшен То есть Все сближения Все абсолютно Коррекции Все записываю в экшен Такие Чтобы можно было Их поправить В каких-то Вот этапах В каких-то моментах И Применяю Маскирования Различные То есть На обработку Фотографии У меня Уходит Около 1-5 минут Это имеется ввиду Изменение Яркостное И цветовое Мы не рассматриваем Редушь кожи Может быть вообще Долгим Зависит от ситуации Марат Почему После цветокоррекции В том числе И коррегировки Камер Калибрэшн Раф файла Фотошоп Или Лайтрум При сохранении JPEG Цвета меняются Возможно У вас Профиль просто Изменен То есть Если вы открываете Свою фотографию Форматировав Сперва Лайтрум Потом Перекидываете его В фотошоп То не забудьте Его Конвертировать Профиль srgb То есть Вы заходите Convert to profile И выбираете Здесь Вот этот Профиль srgb Потому что Бывают ситуации Когда из Лайтрума Закидываешь Фотошоп Открывается В другом профиле Фотография И поэтому При сохранении Само собой Цвет Выглядит Совершенно Другим И надо В таких случаях Конвертировать Profile Profile srgb Расскажи Пожалуйста Какое зерно Как его правильно Применять В редакторах Я зерно Не применяю В редакторах У меня что Фотография С зернами Почему такой Что это Наверное Следующий Просто Вопрос Так 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 Блин Найти бы его еще Задайте еще раз Вопрос Планируется МК По члену МК Это мастер-классы Или стрим Стрим Скорее всего Не планируется Потому, что это тема Которую Разбираю на мастер-классах Это я не собираюсь Рассказывать Стрим Точно Стрим не работает Так Работает Работает ли у вас стрим Давайте напишите Это в чате Так У нас все нормально У нас без потерь Идет передача информации В чате пишем плюсы Если слышно Ребята Давайте Так Обновите страницу Если Все лагает Это Проблемы Уже Не из-за того, что У меня тут что-то лагает У меня все в порядке Бывают глюки Просто Перезапустите Перезагрузите Свой браузер И так далее Режим монохром на камере При съемке в RAW Как тебе? В смысле Что Обращаю внимание Только на яркость И композицию Нормально к этому отношусь Иногда Бывает Я При съемке Бывает Перехожу В монохром Но Не очень часто Марат А это обработка В камере RAW? Может вы спросите У автора Это обработка В камере RAW Или нет? Навряд ли это В камере RAW Хотя возможно Вполне Такое ощущение Что это как будто бы текстура Так уж Она идеально Легла Ну Резкость Однозначно Здесь какая-то Прям не Камера RAW Потому что когда мы в камеру RAW Шарпим Это вообще жесть происходит И Тут Повышение резкости Такое что На очень мелких деталях Поднималась резкость То есть Это либо Ресайз какой-то И какой-то сайт Сам Прошарпил Либо Этот человек Телал Ресайз самостоятельно И соответственно делал его в Photoshop А не в камеру Алгоритм Воздействие Такой Настраиваем Цвет Потом Так Ты сейчас показал на примере Что Сразу же идем в камеры Калибрэйшн Я ранее наблюдал Способ Что после настройки Цветов Убирали Стрэйшн значительно Почти убивай Затем шли В камеры Калибрэйшн Правильно И это Ну Я не пробовал Такой вот способ Если вас Это устраивает То Попробуйте его Я так не делаю Я всего лишь Проберяю Иногда Сильно Я убрал цвета Поднимаю Насыщенность А не убираю Верхний ластик Называется Тени Расскажите его принцип Камер калибрэйшн Камер калибрэйшн Вот это что ли Господи Принцип работы Воздействия на теневые участки По моему это логично Может Можете Ну я же не буду этим сейчас заниматься Вы можете открыть эту фотографию Обработанную Не обработанную Ctrl-A, Ctrl-C Ctrl-V Режим на лазоне Difference Потом Переводим BV Максимум White Выбираем кривую Здесь просто сейчас построю кривую Я замечаю то что Белыми показаны Те участки которые Были темными На фотографии Черными показаны Те участки которые были Светлыми На фотографии Получается маскирование Такое что Идет воздействие на Теневые участки В первую очередь Ну плюсом фотошопа Является то что Мы можем Эту маску Вытащить И применять ее В других Изменения Вы можете ее доработать кривой Размыть ее И так далее И соответственно Она уже Она будет Совершенно другом Lightroom Такого делать не может Camera Raw Такого делать не может То есть вот плюсы фотошопа Ну и минусы фотошопа То что нам придется Потратить на это время И это неудобно Так Дальше Возможно ли художественное Применение Возможности Конечно Возможно Многие фотографы Только там и обрабатывают Ничего другого Не используют В первую очередь Camera Calibration И ведь для этого лучше Используют Кривые Очень редко Кто использует Если используют кривые То только ванильные Ванильные Имеется в виду Пологие формы кривых В каналах Пологие формы кривых Специально теряют В каких-то участках Контраст В цветах Или в тенях Потому что Пологие формы кривых Они добавляют Какого-то оттенка Вся фотография Становится единой По цвету И смотрится Гораздо гармоничнее Нежели чем Если бы Мы эту фотографию Обрабатывали Какой-то Острой Высококонтрастной кривой То есть Высококонтрастными кривыми Очень редко Кто пользуется Можно и там и там Многие Даже немногие Большинство И то и другое используют Большая Все-таки Часть населения Которые пользуются Камера Камера RAW И Lightroom Пользуются и тем и тем В смысле Тонировка в коричневых тонах Тонируйте в коричневый тон Как Как Фотографию Здесь мы не будем Разбирать этого Извините Марат Расскажи про теней Про это рассказал Условия использования Посмотрите Пожалуйста В записи Напомню просто То что это Я применяю только Исключительно для удаления Простительного тяга Снимаешь ли ты JPEG Или преимущественно Что-то другое Я снимаю RAW В RAW Как правильно Не знаю Крутишь ли ты Кривые По цветам В Lightroom И Ну и тебе Кривые Lightroom Я не кручу Я очень редко Кручу В каналах Кривые И По цвету Я Lightroom Очень редко использую Когда там Тороплюсь Просто надо Быстро обработать Фотографию И Я могу воспользоваться Lightroom А так Когда я выкладываю Какие-то фотографии Себе В портфолио Я им не пользуюсь То есть То что Здесь У меня опубликовано На Flickr Вконтакте Очень Небольшое Количество Всего лишь Ток старый Возможно Обрабатываюсь В Lightroom А последний Нет Последние Все почти что В фотошебе Причина Тому Что я не тороплюсь Что я хочу Качественные обработки Но при этом Я обрабатываю Все равно Action В первую очередь Фотошеб Где там Вот Так Дальше вопрос Про фотографии детей Выше Не вопрос Напомните Как выглядит Высококонтрастная Кривая Это просто Острая форма Кривой На том участке Где мы хотим Поднять контраст Все Так выглядит Контрастная Острая форма Кривой Под углом Расположенная Ставьте Что Такие вопросы То есть Если мы Водку Делаем Вот такую вот форму кривой То такая форма кривой Поднимает контраст Вот на эти участки Если мы делаем Такую форму кривой То такая форма кривой Поднимает контраст вот на этих участках то есть если у нас же не всегда фотографии встречаются такие что тут есть важные детали тут есть важные детали мы всегда чем-то пренебрегаем что-то выделяем на фотографии что-то хотим выделить на фотографии и что-то на фотографии является второстепенным то есть то что является второстепенным мы понижаем по контрасту то что является важным для нас мы поднимаем это по контрасту зависит от ситуации то есть если мы допустим вырабатываем портрет Девушки, зачастую, многие фотографы не поднимают контраст на лице. Почему? Потому что, особенно свадебные фотографы, потому что если мы поднимем контраст на лице, то в итоге мы выделим большое количество цветов на лице, усилятся синяки, усилятся проблемы кожи, и в итоге придется ретушировать ее еще и в фотошопе, и ретушь кожи делать. Зачем делать ретушь кожи в свадебных фотографиях? Поэтому давайте лучше обрабатывать исключительно пологими формами кривых, исключительно теми коррекции, которые понижают контраст на лице и так далее. Или добавлять какого-то определенного одного цвета на все лицо, и на всю даже фотографию. Многие так делают. В смысле с днем рождения? У меня день рождения 3 марта. Так. Есть вопросы еще? Если нет, то мы сегодня закругляемся. Я чувствую проблему по обработке фото с зеленью. Нравится такое вот сближение цветов. Куда крутить ползунки? Ну, грин можете покрутить. В данном случае я вижу то, что грин ушел куда-то в сторону циана. То есть грин можете покрутить вправо. Дальше это больше похоже даже на какой-то пленочный результат. И возможно здесь фотограф применял какие-то скачанные из интернета пленочные профиля. Еще, возможно, он пользовался еще не только камерой Calibration, но еще и аж сел. Заметьте пологие формы кривых тенях и пологие формы кривых цвета. То есть, например, вот эти вот участки я вижу, что они однородные по цвету. Нету белой точки. То есть вот какая-то серая точка, а вот у нас в контакте вот белый цвет какой-то есть. Мы видим то, что здесь вот какой-то однородный белый, но он одинаковый и какой-то яркости не супер белый. Для чего это делать? Для того, чтобы у нас цвет кожи стал таким более единым. Для того, чтобы у нас рука, вот видите, чтобы никакие блики не читались, слабее читать, чтобы цвет кожи становился таким единым. То есть специально выстраивать пологие формы кривых тех участок, где расположены важные участки. То есть наоборот все делают. Хотя свет на фотографии очень классный. Еще маленькая фотография, она всегда смотрится. Вот откройте эту же фотографию в большом размере и без такого... Не с таким вот шарпом аккуратным, мягким на мелких деталях. То есть она будет уже по-другому смотреться. Когда следующий стрим? Следующий стрим будет в феврале месяца. Какой призму? Что может сказать фотография с использованием призмы? Я не использую никакой призму, не знаю, что такое. Скажите вопрос по-нормальному. Не пробовал ли ты извлекать маску из камеры Calibration и может ли это иметь? Нет, я не пробую по той причине, что в фотошопе есть коррекции куда лучше работающие, чем камеры Calibration. И можно Channel Mixer настроить так, чтобы он работал отлично, добавил тот результат, который дал примерно такой же, что и камеры Calibration. Мне эти маски не нужны, эти маски уже есть в инструментах некоторых фотошопа и можно их применять. Какие ошибки в обработке? Почему у вас ошибки? Никаких ошибок нет, это авторская какая-то обработка. Человек так видит, человек видит свет так. То есть я, например, здесь недавно сделал серию с синим цветом и многие возмущались. Чего ты, Савин, синий цвет? А говорил раньше, типа, циановый цвет на лице это говно и так далее. Я сейчас вообще не заморачиваюсь по этому вопросу. То есть человек так видит, пускай так и обрабатывает. У каждого свой вкус. Никаких ошибок я не могу тут выделить. То есть то, что меня не устраивает, только могу сказать и все. Меня не устраивает то, что это просто обычная ванильная фотография. Хотя у меня тоже много, очень много ванильных фотографий. Но меня не устраивает то, что здесь вот глаза вслепаются. Меня не устраивает то, что это ваниль. То, что это будет интересно только исключительно тем людям, которые изображены на этой фотографии. То есть если я позову какого-нибудь друга своего, и покажу вот какая крутая фотография, он на ней не остановится, он не скажет, что это какая-то крутая фотография, то есть он ее просто вот так вот пролистает и все. Какие бы функции вы бы хотели видеть в камере Calibration? Я бы хотел видеть разделение цвета от яркости, от Heal, от Saturation, я бы хотел видеть добавление каких-то дополнительных масок. Регулировку тех масок, которые там содержатся, ну это наоборот будет сложно обычному обывателю, поэтому это все на мой взгляд не выставлять. Adobe'овцы не тупые, они могут это спокойно сделать и просто зачем это делать, зачем менять сильно программу, если в итоге сильное изменение приведет к тому, что он просто покупатель не поймет этого. Даже только некоторые люди, шаристые люди могут этому порадоваться, обычный клиент этому не порадуется, заказчик Lightroom, покупатель Lightroom, закачиватель Lightroom. Где лучше увеличивать резкость фотографии в Lightroom или Photoshop? Но об этом прям другая вообще беседа и об этом говорить можно долго. На мой взгляд лучше в Photoshop и объяснять не буду, но однозначно лучше в Photoshop. Есть куча причин, например, юзаешь ли ты сплиттонинг и какие-то ста конкретные или только в Photoshop? Только в Photoshop сплиттонинг не используем. Использую только в тех случаях, когда у нас есть паразитный оттенок в тенях или цветах. А такие паразитные оттенки встречаются только когда мы оцифровываем пленку. Когда мы снимаем на цифру, ну очень редко встречаются паразитные оттенки и цветах в тенях. Очень редко. А вот когда оцифровываешь пленку, зачастую тени начинают обладать каким-то паразитным оттенком. И мы можем использовать сплиттонинг для того, чтобы погасить этот паразитный оттенок. Скажи, пожалуйста, что-нибудь по цветам на данных фото. Цвет прикольный, замечательный. Я ничего не против, не имею. Фотки просто неинтересные и все. Фотки не запоминаются, не читаются эти фотографии. Хочется выпустить и все. Я про свои фотографии тоже так думаю, про большинство. Мне только одна-две фотографии нравятся и все. Будут ли рассказы об обработке? Будут. Был уже вопрос. Будут, скорее всего. Хочется стрима по 3D-лютс? Возможно тоже будет, но не знаю когда. Но точно будет. Вопросов больше нет. Всем большое спасибо, что смотрели. И до новых встреч тогда. Так, ладно, еще один вопрос. Марат, скажи, пожалуйста, ты обрабатываешь в РПП? Нет, не обрабатываю ее в РПП. Меня все устраивает в фотошопе, меня все устраивает в камеру. Все замечательно, но я не обрабатываю в РПП. Это слишком задробно. Тот результат, который я делаю, полностью удовлетворяет меня. Так, всем большое спасибо. Если вы сейчас написали какие-то вопросы, то отвечу на них вам в личку. Чтобы стрим не был дотянутым, всем пока. До новых встреч. Следующий стрим будет где-то в феврале месяце. Пока-пока.